Это Инсбург, столица и главный город Тироля. Пятый по размеру в Австрии, но уж точно номер один по альпийским пейзажам. Основанный римлянами как крепость, теперь горнолыжный альпийский курорт. Сегодня коротко, let's go по достопримечательностям. Добраться в Изург можно любым привычным способом. Тут есть аэропорт, ЖД-станция, а также можно на фликсбас. Любители сэкономить на проезде знают это название. Ну и, конечно же, самый комфортный вариант на авто. Но будьте готовы к проблемам с парковкой. Если не ставить цель покататься на горнолыжке, то очень советую избегать поездку в зимний сезон. Цены на аренду жилья обычно высокие. А мы начинаем с триумфальной арки. История триумфальных арок известна еще с древнего Рима. Они устанавливаются по всему миру и основная задача это подчеркнуть военный триумф страны. Лично мне запомнилась триумфальная арка в Барселоне, Париже, ну и конечно же Брэнденбургские ворота в Берлине, если их можно включить в этот список. Ну а самая знаменитая арка, наверное, все-таки арка Тита в Риме. Она же и задала стиль этим сооружениям. Арка Инсбурга стала исключением. Она возведена не в честь военных побед, а в честь свадьбы Леопольда на испанской принцессе Марии Луизе. А дальше сюжет развивался как в черной комедии. Жених подцепил кишечную инфекцию, специально написанная опера провалилась, салют отменили из-за плохой погоды, а в завершении сразу после свадьбы умирает отец Леопольда. Поэтому с одной стороны на арке изображена свадьба, а другая же часть отдана в памяти в умершем отце. После арки отправляемся смотреть колонну Святой Анны. Идем по улице Мария Терезеншассе. Здесь кругом удивительная архитектура и наконец-таки оказываемся около колонны Святой Анны. Стоит она тут с 1704 года и посвящена изгнанию поварцев из Тироли в ходе войны за испанское наследство. Поводом для этого послужила смерть бездетного короля Испании Карла II. Но вернемся к колонне. Хоть она и называется колонной Святой Анны, но наверху стоит вовсе не Анна, а всеми любимая Дева Мария. Сама же Святая Анна стоит чуточку ниже, на первом этаже. Я не знаток религии, но Анна это бабушка Иисуса и соответственно мама Марии, которая, как я уже сказал, стоит на колонне высотой в 42 метра. Дева Мария изображена в образе женщины-апокалипсиса. Она стоит на полумесяце. Колонна названа в честь Святой Анны, потому что дата торжественного открытия совпадала с Днем Святой Анны. Фигуру Девы Марии заменили в 1958 году, а в 2009 году также заменили и другие фигуры. Оригиналы выставлены в музее. В этом месте улица уже становится пешеходной, что конечно же не может не радовать. Здесь множество магазинов, кафе, торговый центр, ратуша, ну и уличные музыканты. Они всегда добавляют к таким местам последний такой туристический штрих. В общем, тут чувствуется атмосфера приятного общественного пространства, дополненная наишикарнейшим видом на Альпу, а также на церковь 14 века, да и в целом на весь архитектурный ансамбль. В общем, это локация из числа must-have and crazy amazing. А мы двигаемся дальше, по улице к золотой крыше, городской башне и к дому, который напоминает торт, где нас ожидал сюрприз в этот раз. Но не такой, как толпы китайских туристов, а пасхальная ярмарка, возглавляемая большим лицом. Двигаясь по живописной улочке к дому с золотой крышей, советую обратить внимание на вывески, которые тут называются Назеншильд. Эти вывески просто настоящее искусство, и они широко распространены в Баварии и Австрии. Очень радует, что современные компании, такие как Starbucks или McDonald's, также включились в общий стиль. Скорее всего, это требование властей, но лично мне очень нравится. Помимо золотой крыши, на этой площади есть городская башня, на которую можно подняться, а также домик Hellblin House. Он тут самый нарядный. Что же касается золотой крыши, то это балкончик самого императора Максимилиана I, с которого он, по легенде, смотрел рыцарские турниры и театральные представления. И некоторые представления тут можно увидеть и сейчас. Вот архивное видео из нашей поездки 2022 года. Балкончик должен был напоминать о власти и богатстве императора, даже тогда, когда его нет в городе. Ну а дальше отсюда можно пойти в Хофф Хирха и увидеть кинотаф Максимилиана I. Это такая символическая могила, в которой нет тела. Идея была такая. В центре гроб, а вокруг 100 статуй персон королевского рода. Интересно, что всю эту историю придумал сам император Максимилиан. Работы над этим начались еще при его жизни. Но завершить не удалось. Император умер. А впоследствии никто не закончил эту идею в полном объеме. Поэтому тут только 28 статуй. Он похоронен там, где и сам решил. Вина Нойштадт. Во всей этой истории есть еще два интересных факта. С 1514 года император всегда и везде путешествовал со своим гробом. И второе, это четкий и очень странная инструкция, что делать с телом после его смерти. Он просил, чтобы его тело выставили на всеобщее обозрение, да еще и не просто так, а с выбитыми зубами и отрезанными волосами. Тем самым император бы в последний раз напомнил о власти, тщеславии и о том, что финал у всех один. К основным заслугам императора еще относят создание первой современной почтовой службы. Помимо Хофхирха, мы также планировали посетить собор святого Иакова. Мы были в нем ранее, там очень красиво внутри. Но, к сожалению, время было крайне ограничено и мы отправились сделать традиционные индусские фото около реки с видом на Альпы. Помимо двух уже упомянутых мест, я дополню список местами к посещению. И открывает этот список замок 16 века Амброс. Он запечатлен на коллекционной монете в 10 евро. Второе место – музей Шваровский в Атенсии. Снова он знаменит своей большой головой с водопадом и лабиринтом в виде ладони. Музей тут расположен не просто так, компания Шваровский родом из этих мест. На третьем месте – альпийский зоопарк, а на четвертом месте – подняться на вершину на фуникулёре. А потом можно еще на канотной дороге дальше и увидеть панораму города. Последние два пункта на самом деле можно объединить, если пойти пешком. Официально вношу этот город в список своих любимых. Альпийские пейзажи, горнолыжный курорт, расположен близко к Италии. Здесь красиво и ветрено. Поэтому дрон остался за старшего в машине, а мы решили с красивых панорамных кадров в этом видео. Как город Инсбург был основан в 1234 году. Вот такая вот красивая дата. Город неоднократно переходил к власти Баварского королевства и обратно. В честь этого в городе есть даже два памятника. Как я упомянул ранее – это колонна Святой Анны и памятник Хоферу – пастуху, который возглавил восстание против самого Наполеона. Он трижды отразил захват города, но в четвертый раз уже не смог и был приговорен к казни. В 1938 году Инсбург, как и вся Австрия, попал в так называемый аншлюз Австрии от Гитлера. И только с 1955 года он уже постоянно закрепился в составе установленной и независимой Австрии. Избург принимал Олимпийские игры дважды – 1964 год и 1976 год. Меня обычно сложно удивить, но Инсбург это делает каждый раз, как я в него приезжаю. Уникальность города в том, что здесь красиво в любое время года. Зимой гранолыжный курорт, в другие сезоны тут тоже красиво и тоже активно – веломаршруты и походы в горы. Население города – 130 тысяч жителей, что делает его достаточно большим для прогулки на целый день. В целом, сам город отлично сложен. Это сразу бросается в глаза. Здесь классно организованы пешеходные зоны, множество общественных пространств, удобные трамвайные маршруты и огромное количество велодорожек. А на этом все. Мы отправляемся дальше на озеро Гарда. От меня традиционное огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если ролик понравился, а в комментариях дополняйте и исправляйте меня, если я допустил неточность. Чао, какао и увидимся в следующем городе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...